друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кубинарном канале сладкий персик обязательно подпишитесь потому что у меня очень очень вкусно сегодня у нас с вами рецепт для хэллоуина и немного про сам хэллоуин я знаю что многие не воспринимают этот праздник мол он иностранный мы его отмечать не будем но мы нашей семье относимся к нему чисто как к поводу лишний раз посмеяться и весело провести время поэтому и я вам советую тоже так сделать и готовить мы с вами сегодня будем сахарные кости для этого рецепта нам понадобится яйца точнее белки сахар и лимонная кислота здесь обратите внимание что точных ингредиентов нет мы будем пользоваться кухонными весами потому что нам нужно взять белков ровно в два раза меньше чем сахар сначала нам нужно отделить белок от желтка здесь постарайтесь сделать так чтобы ни капли желтка не попал поэтому я буду разбивать яйца в отдельной мисочке только потом их соединю желтки мы убираем они нам в этом рецепте не понадобятся их можно накрыть пленкой убрать в холодильник и приготовить из них например какой-то вкусный соус или печенье и теперь мы с вами берем кухонные весы включаем их ставим мисочку нажимаем кнопочку чтобы обновить вес и в этой миске соединяем белки видно что белок в среднем весит примерно 30 граммов 30-35 у меня здесь получилось практически 70 граммов белков поэтому нам нужно взять ровно в два раза больше сахара то есть 140 граммов ровно практически 140 граммов сахара и теперь нам с вами понадобится миксер вот с такой вот насадкой у меня кухонная машина но у вас может быть абсолютно любой миксер главное чтобы у него был насадка венчик устанавливаем насадку и отправляем в миксер наши белки пока что без сахара вбиваем белки примерно одну-две минуты без сахара начинаем с низких оборотов и постепенно обороты увеличиваем вот такие белки у нас получились мы взбивали их примерно минуту и теперь мы добавляем сахар обратите внимание что по моему опыту добавлять лучше именно сахар а не сахарную пудру так камеринга точнее безе взбивается намного лучше и быстрее снова опускаем миксер и взбиваем все это на максимальной скорости примерно минут 10 масса должна стать очень густой и хорошо держать форму примерно через пять минут после взбивания когда белки будут вот такого состояния мы добавляем примерно пол чайной ложки лимонного сока и продолжаем взбивать наши белки взбились они у нас взбивались ровно 10 минут и посмотрите какая консистенция должна быть то есть сбитые белки они с венчика вообще никак не стекают и даже не сваливаются если я переверну ничего никуда не упадет теперь мы берем кулинарный кондитерский мешок насадку если вдруг у вас нет мешка подойдет какой-нибудь плотный полиэтиленовый пакет у которого можно просто связать кончик мешок вот так вот устанавливаем в какой-нибудь глубокий стакан и накладываем сюда наши взбитые белки вот такая конструкция у нас получилась теперь нам нужно срезать кончик мешка и завязать верхушку я для этого использую вот эту резинку для денег теперь мы просто отсаживаем нашу мерингу на противень противень кстати обязательно нужно достелить бумагой для выпечки желательно силиконовым покрытием чтобы пропиткой чтобы наш меринги не пригорели и отсаживать мы будем форме косточек посмотрите кости можно делать абсолютно разного размера можно делать совсем крошечный средний побольше как вам больше нравится главное чтобы не вместились вот такие кости у нас получились теперь мы ставим просенье в духовку разогретую до 110 градусов и готовим примерно час а можно быть даже полтора здесь обратите внимание что меринга должна не выпекаться а именно сушиться поэтому лучше в духовке поставить режим конвекции посмотрите какие прикольные косточки у нас получились они очень милые мне кажется дети от них будут просто в восторге но главное что они вкусные это классическая меринга или безе попробуем сладкое сахарное безе ничего необычного но вкусно если вы будете готовить такие прикольные вкусняшки то вы тоже полюбите хеллою подписывайтесь на мой канал пишите отзывы и оставайтесь со мной потому что у меня всегда много вкусных препятствий пока